Добрый день, дорогие друзья! Ну а сегодняшний видео-опус о повторном использовании полипропиленовых фитингов. Ну, поэтому давайте приступим. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится штангенциркуль, вот такие вот клювики, ну, соответственно, острые ножницы, и вот такая вот короночка наточенная. Диаметр коронки, смотрите, вот специальный штангенциркуль для этого, ну, 19 мм, вот, 19 мм. Будет она рассверливать где-то в районе под 20, легко, под трубу. Ну и, соответственно, самая главная вещь в этом деле, это шуруповерт. Давайте сначала приступим к сливировым делам. Берем ножницы, обрезаем ее от фитинга, и также под ноль срезаем все эти наплывы. Срезали, видите, здесь у нас стекловолокно. Теперь, для того, чтобы не пораниться при высверливании, мы аппаратом сделаем здесь седло, аппаратом для пайки труб, сделаем здесь седло для паяльника. Давайте приступим. Делаем аккуратненько, аккуратненько покручивая, обращая внимание на то, чтобы было все ровненько. Сделали заход для коронки. Вот, видите, все у нас получилось ровненько. Так, следующий момент. Теперь заряжаем коронку, шуруповерт, и высверливаем. И, друзья, беру шуруповерт, беру короночку, вот она у меня подточена, у меня есть здесь отметочка полтора сантиметра, сверлить до железки однозначно не надо, вот, а то это получится уже не фитинг, а это бомба замедленного действия. И начинаем на первой скорости, вот видите, она у нас как входит, смотрите, видите, вот все четко. Вот я ее держу руками, без перчаток, и начинаем сверлить до риски, отмеченной на коронке. Поехали. Заход сделали, можно переключить на вторую скорость. Все, полтора сантиметра есть. Вытаскиваю коронку. Беру клювики вот свои, и вот эту вот штуку отрываю, выдергиваю. И получается у нас вот такая вот вещь. То есть до железа, до латуни я не досверлил. Все у нас хорошо вырвалось клювиками на этой мушке. А на этой, видите, все у нас заргут. Так. Ну давайте теперь померяем штангенциркулем, сколько у нас высверлилось. А высверлилось у нас почти 19 миллиметров. Так, трубу будем впаивать стекловолокно. Наружный диаметр 20. Ну по полмиллиметра с каждой стороны, я думаю, пропаяет, смылит. Ну что, давайте попробуем. Давайте возьмем нашу муфточку и прогоним ее на паяльнике для последующей пайки. Чтобы, не дай бог, не был заужен проход. Так, прогнали. Вытаскиваем. Смотрим, заужился проход. Нифига, все отлично. Сейчас она остынет. Я вот этот сниму и припаяем к ней трубу. Посмотрим, что из этого получится. Что, давайте припаяем трубу. Ставили. Подержали. Вот видите, порт так прилетел. И вставляем. Все. Как новое. Как новое. Айфоны бывают как новыми. И это, как новое. Проход. Сейчас я отрежу. Посмотрим на проход. На проходное сечение. Ну вот, собственно, проход. Практически не заужен. Там небольшой напушечек, но это ерунда. Так что так. Колхоз, конечно, червона дышла, но нормально все. Я спаялась. Так что, я сейчас боялась.